Мне кажется даже материалы другие. Бабочки в холме не живут, надеюсь мы там согреемся. Покажу вам рум-тур. Я с собачками только приехали. Сейчас поставим хильду. Вот такая у нас ванная уютная комнатка. Тут душевая кабинка. Все так достаточно чисто, опрятно, мне нравится. Аккуратно. Привет в Вене. Хильда, пошли дальше показывать. Тут ничего нет, просто комната треугольная, ни о чем, ни с чем. Мы уже расставили вещи, но я не успела все разложить. Пеленка собаки. Вот и совместная гостиная со спальней и кухонка с кофемашиной, к чему я подготовилась. Вот такие очень уютные, чистые. Мне нравятся апартаменты. Все чистенько, все аккуратненько. Вот тут даже есть все необходимое. Просто для галочки покажу вам. Вот такие апартаменты классные. Потом покажу, как к ним добираться, потому что это тут еще квест. Всем привет из холодной заснеженной Вены. Утро понедельника. Мы живем вот в таком огромнейшем центре. Офигенном. С тренажеркой, со всеми условиями. Но из него мы нашли выход только в одну сторону. Блин, снег идет. А нам надо попасть на противоположную. А дома здесь так расположены, что ты... Ну, они идут по очереди и получается невозможно из них нормально выйти. Вот. А еще мы не знаем немецкий. Мы знаем русский, естественно. белорусский, украинский, польский, немного испанский. Понимаем, чешский. Но немецкий пока не вошел в этот список, но я решила над этим поработать. Вот. Поэтому будем ехать в город, искать выход. Поедем на поезде. Еще, кстати, знаете, что здесь интересно? Это то, что вот этот вот шикарный новострой, он стоит прямо над железной дорогой. И у них типа это окей. Это не для аренды. Тут живут люди. И что самое интересное, что, например, обычно вы бы слышали, как идет поезд, а здесь такая идеальная шумоизоляция, что даже не ощущается, что мы живем вот прямо над железной дорогой. Это, кстати, наверное, не поезд, а метро. Вот эти вот поезда в метро. Я имею в виду не междугородние, а именно поезда метро. Вот. Так что посмотрим. Пойдем искать выход. Садиться на поезд и ехать в центр, смотреть ратушу. Взяли, кстати, с собой собаку, но собачку пришлось оставить дома, потому что вышли холодно, и она что-то, короче, не захотела идти. Сразу в сумку спряталась. Все такая, типа, не трогайте меня, но думаем, а что делать. Оставил мы ее в номере. Ты пытаешься найти выход? Мы знаем, куда мы едем? Нет. Мы не знаем, куда мы едем. Уже 34 года пытаюсь найти выход. Сейчас посмотрим. Выходим и выходим к тренажерке, да? Нет. Нет, на ту сторону? Класс! Мы нашли выход на другую сторону. Супер! Это значит, что нам не надо обходить километры. Ну вот, вот и... О боже, оно умное! И вот и первый нюанс. Это то, что если вы живете в каких-то новостроях, которые реально огромные, у них есть выход в две стороны. Купить здесь билеты – это вошлое удовольствие. Приложение Mobile Vien. Сорегистрироваться, если не медкарту просишь. Короче, полчаса регистрировалась, купила билеты. Билет в одну сторону стоит 2,40 евро. Красиво здесь, необычно. Но, конечно, с этими покупками билетов – это засада. Одно удовольствие, в кавычках. Красота! Пойдем сейчас гулять, смотреть. Там вот вид будет на ратушь прекрасный. Вообще уютное заведение, такое старинное, в старинном стиле. Тут много шоколада. Конечно, очень холодно сегодня, поэтому мы сразу зашли погреться в кафе, которое выглядит просто прекрасно. Я сейчас вам продемонстрирую. Вид шикарный. И мне еще что нравится, что они здесь не экономят на отоплении. Поэтому везде, куда не зайдешь, очень тепло, очень комфортно, хорошо. И не хочется отсюда выходить. Красота вообще. Посмотрите. Это было кафе, которое называется «Слука». Я сейчас покажу. Рекомендую. Тут просто нереально красиво. Где? Вот. Вверху. Эмблемка. Если вы видите в Вене, обязательно сходите. Короче, из-за того, что так холодно, пришлось зайти и приодеться. Пододеться. В H&M сейчас. Такой выбор вообще. Мне кажется, даже материалы другие. Если сравнить с Поляндией, с Чехией. Ну, прикольно. В самом центре Fashion Street находится прямо возле Шанель. Улица, где находятся самые дорогие и крутые бренды. Там H&M, Шанель. Красота. Я думаю, зимой, зимой, вечером она еще будет красиво светиться. Квально где-то красиво. Сваровский. Как красиво. А это бомба. Тут уже... Блин. Это вообще просто шик. Вау. Я б точно носила. Так, что у нас тут такое? Цыганка Аза. Сейчас перейдем к мюликам. Таким восточная красавица. Вообще, в целом, очень красиво. Разноцветные камни. Все блестит. Все переливается. Глаз невозможно отвести. Просто пушка. Едем наверх. О, тут тоже украшение. Класс. Вот тут розовый наряд. Надо точно присмотреть себе на свадьбу на Мальдивах. Ходить в такой сеточке. Прекрасная капецела. Там фэшн стрит. Буду носить. Покажу вам, что там. Горд. Это знаменитое кафе Захер. Сюда прям очередь. Но красиво. Стильно. Попробовали. Захер. Вкусно. Хорошо. Очень хорошо. Шоколадники. Подается с отбитыми сливками. Где-то добавляет нежности. Потому что без сливок. Просто шоколадный торт в шоколаде. Вид, конечно, очень хороший. Но чтобы попасть в этот вид, надо сдать большую очередь. Поднимаюсь наверх посмотреть. Опа. Так тут вообще шоколадный. Класс. В очереди людей капец. Также можно купить тортик. Класс. И второй этаж у них еще есть. Класс. Идем в музей бабочек. Теперь в музей бабочек. Мерзнуть. Да? Как сказал мой муж, бабочки в холоде не живут. Надеюсь, мы там согреемся. Так, тут билетики. Ну, там уже, я думаю, сами бабочки. Сувенирная лавка. Гардероб. И туалет. Пойдем сейчас кинем куртки. Цена. Вот такие билетики выдают. Вау. Это куколки. Класс. Да нет, это джигу, получается, это традиция. Итоги. Первая половина дня. Было очень холодно. Пришлось утеплиться. Докупить теплых вещей. Купила сережки. Это уже у меня традиция. Заходить в Сваровский и покупать сережки. Кстати, второй этаж наших апартаментов. Вот. Что еще? Сходили в кафе Захер. Покусали вкусный торт. Прогулялись. Сходили в дом бабочек. Там, конечно, так душно от того, что бабочки в тепле, что мы вышли влажные такие. Одежда мокрая. Поэтому стало вдвойне холоднее. Вот. И это идеально совпало с тем, что нам нужно возвращаться домой и кормить собаку. Потом пойдем, что-нибудь покушаем. Наверное, что-то итальянское. Я сегодня в итальянском настроении. Вот. Холодная, но красивая вена с роскошной архитектурой. Это... Вот что она роскошная, я даже уже, наверное, год хотела сюда попасть. Мы не ожидали, что будет настолько холодно. Когда ехали, писала, что будет минус один. Вот так. А по итогу минус пять. Ощущается как минус семь. Вот. Ну, ничего. Мы вот тепло одеты. Поэтому терпимо. Единственное, что я телефон держу руками и мои перчатки, они без сенсоров. Поэтому приходится снимать. От этого холодно. Ну, а так в целом я не жалею. Но я точно знаю, что я еще сюда приеду. Скорее всего, когда будет теплее. Чтобы походить по их шикарным паркам. Вот. Самари первой половины дня.